49 округ расположился по правую сторону от проспекта Гагарина. В него входят жилые массивы 8 и 841 микрорайонов, обширная промышленная зона. Самые длинные улицы здесь – Одесская, Валдайская, Заводская, Харьковская и проспект Гагарина. В 49 округе живет почти 30 тысяч человек. Здесь около полутора сотен многоэтажек. Есть частный сектор. В округе 5 детских садов, 4 школы и 3 медучреждения. На территории 15 промышленных предприятий и один объект Евро-2012. Здесь территория очень обширная. Промзона, видите, большой очень участок. Частный сектор. Жилые массивы на Одесской, жилой массив на проспекте Гагарина. Имеется в виду 8 микрорайон. Забот, я вам скажу, достаточно. Свой округ на карте показывает депутат Горсовета Владимир Зинченко. Владимир Зинченко. 53 года. Высшее образование получил в Харьковском государственном университете. Прошел путь от финансиста-экономиста до президента завода. Второй год работает начальником управления внутренней политики Харьковской обл. госадминистрации. Член партии регионов. Женат двое сыновей. Чтобы понять, чем занимался депутат в округе больше года, выходим на улицу. Члены районного общества инвалидов рассказывают, недавно переехали в новое помещение. До ремонта это страшное, ну типа кладовки какой-то такой было. А теперь там сейчас мы сделали, кладовку отрезали, сделали ремонт, обоями обклеили, потолки сделали, линолеум настелили на пол, окна покрасили, двери покрасили. Ну сейчас там прекрасно. Отправляемся в сторону Одесской. Многоэтажка на проспекте Гагарина, 176, корпус 4. Вот у меня у соседки 108 или 107 квартира, я вот не помню. Она на девятом этаже, у нее течет крыша. Ну вот она жалуется, бегала все время. Ну нам вот сколько мы живем уже здесь, 24 года? 28 лет с 1984 года. Нам ни разу не меняли крышу и естественно она в очень плохом состоянии для людей, которые живут на девятом этаже. А это улица Чугуевская. Здесь по соседству расположились гимназия и детский сад. В эту гимназию мы подарили звукоусилительную аппаратуру, теперь все праздники гремят и мультимедийный проектор. В 50-м садике нами была исправлена проблема их со стиральной машиной, была подарена большая стиральная машина. Отправляемся в частный сектор. Это окраина округа, улица Достоевского. Дорога ужасная, здесь ездить невозможно. Если честно говоря, по такой дороге только танками можно ездить и все. Здесь одна из самых плохих дорог, потому что здесь танкодрон какой-то. Проезжая по ней, ходовая просто, она просто страдает. Подводим итог. Что сделано в округе более чем за год, далее в цифрах. Владимир Зинченко провел 35 приемов граждан. Принял почти 200 заявок, больше половины выполнил. Помог отремонтировать крыши в 23 домах, 11 входных групп, 3 внутриквартальные дороги. Сотрудничал со школами, детскими садами, организациями инвалидов и ветеранов. Помогал проводить праздники для жителей округа, обрезать деревья. С вопросом, как изменился 49-й округ более чем за год, обращаемся к местным жителям. Ничего тут не изменилось. Тут ничего. Вот дороги как были, это самое. Особенно вот здесь вот маршрутки ходят. Здесь же дороги такие плохие, что я не знаю, как они вообще целый день ездят по этим канавам, вот дальше туда, до моста. Здесь дорога ужасная. Старые деревья убрали, потому что опасно было возле них ходить, особенно мамочки с колясками. Лучше стало, освещение стало. Детская площадка, посмотрите, какая красивая. Лично я с внуками хожу на эту площадку. Пройдите вот сейчас до Харьковской по улице. Там же не проедешь, не пройдешь. Грязно, дороги нету, лужи по колено. Дорогу сделать надо там. До детского садика подъезда же нету, дороги нету. Ну, я считаю, лучше стало починка, уборка. Каждое утро иду здесь, все убирается. Раньше такого не было, наверное. Намного чище стал район, хорошо стало. Ну, деревья, конечно, поспиливали, хуже стало. Ну, а так вообще дороги лучше стали. Ну, как и свои плюсы, свои минусы есть в этом. Будет ли снова баллотироваться на пост депутата-мажоритарщика, Владимир Зинченко не прогнозирует. Уже проделанную работу оценивает на тройку. Я надеюсь, что уже после евро, уже в этом году, можно будет поставить четыре. Хотя бы с минусом, но уже четыре. Потому что, наверное, наконец мы направим средства и на ремонт крыш, и на внутриквартальные дороги. Вот так.